Принципы халяль – это не только про отсутствие свинины, сказали в Комитете технического регулирования и метрологии. Это целый ряд процедур и требований, которые необходимо соблюдать. У населения, к слову, много вопросов к продукции с маркой халяль. Но все ли из них являются качественными и безопасными для здоровья? Оказалось, что нет. Все подробности в следующем сюжете. Оказывается, в республике нет аккредитованных органов по сертификации халяль-продукции и услуг. А услуги по выдаче сертификатов халяля оказывает ряд организаций, чья компетентность не оценена на уровне национальной системы аккредитации, либо других госорганов, сообщили в Минторговле. Вместе с тем, Национальный центр аккредитации принял первую заявку и начал оценку заявителя, пожелавшего получить аккредитацию халяль. К слову, в Казахстане вполне нормально работают предприятия, получившие сертификаты соответствия. И это серьезная ниша. Мировой рынок продовольствия, по данным ведомства, оценивается в крупную сумму. Он превышает 2 миллиарда долларов с потенциалом роста. При этом драйвером является не только увеличение мусульманского населения, но и восприятие потребителям халяль-продукции как заслуживающие доверия от пищи до текстиля. В целом в мире расходы потребителей на халяльные продукты питания составляют сегодня 17% всех потребительских затрат. То есть каждая шестая, каждая шестая тенге уходит на такие проверенные продукты. Суммарно в Казахстане более 4000 производителей, которые могли бы получить такой значок халяль. Это от пищевки до текстиля. По экспертным оценкам, на сегодня 70-75% мяса, заготовки, переработки и 65% основного рынка товаров и услуг уже позиционируют себя как халал. Цифры по экспорту тоже весьма неплохие. За январь-юнь 2023 года республика экспортировала мясо и мясопродуктов на 83 миллиона долларов, а продуктов животного и растительного происхождения и готовых продтоваров на 2,7 миллиарда долларов. И это не просто образ жизни, а индустрия, нуждающаяся в госконтроле и соответствии всем стандартам. На сегодняшний день, как уже отметил представитель комитета, утверждены 18 национальных стандартов на стадии разработки 11 межгосударственных стандартов, разработчиком которых является наша страна. Все они на основе международных стандартов СМИК и международных стандартов стран Персидского залива. Данные стандарты халал разработаны по таким направлениям, как требования к органам по сертификации халал, системе менеджмента качества халал, требования к пищевой продукции халал, косметической продукции, пищевым добавкам, услуги общественного питания, гостиничные услуги и другие. Основные рынки сбыта нашей продукции – это государство Персидского залива, и арабские партнеры сами говорили о необходимости создания в республике национального органа сертификации халал-продукции. Для этого была проведена большая работа, а специалисты прошли уже обучение. Сформирована целая команда экспертов по шариату, экспертов по пищевой безопасности, ветеринаров и технологов с многолетним опытом. В результате в мае 2022 года к стандартам получен аттестат аккредитации на право проведения сертификации пищевой продукции халал от Международного центра аккредитации Арабских Эмиратов. И сегодня мы являемся единственным и первым национальным органом, аккредитованным на международном уровне не только у нас в стране, но и в странах Центральной Азии. И касательно оборота продукции на внутреннем рынке, до 4000 отечественных производителей вполне способны выпускать халаль-продукцию. Почему мы говорим об инфраструктуре халал? То есть для того, чтобы создать инфраструктуру, нужно принять национальные в первую очередь стандарты, нужно программы обучающие составить, нужно пройти аттестацию экспертов, нужно аккредитацию пройти по-хорошему и после этого уже сертифицировать. А нарушители, которые выдают свою продукцию за халяльную, привлекают к ответственности. Например, бывает недобросовестная реклама товара и введение в заблуждение потребителя. И, к слову, сертификаты ДК-стандарта для зарубежных рынков на внутреннем рынке не работают, сказали в Минторговле и Интеграции. И по данным ведомства, мировые расходы потребителей на халяльные продукты питания составляют сегодня 17% от всех потребительских трат.